Орёв моторов, брызги воды, снежный шлейф. Гонщики со всех уголков Неницкого округа. В этом году рекордное количество участников. В Каменке прошёл юбилейный 10-й снегоходный мотокросс на Буранах. Наша съёмочная группа наблюдала со состязаниями и пообщалась с участниками и победителями. Регистрация участников началась ещё в 9 утра, а на Печоре уже негде припарковаться. В Каменку едут отовсюду и все. Участники, болельщики, гости из Наринмара, Лабожского, Великовисочного хангурея Оксина. За своих родственников. А сами почему не участвуете? Снегоход неисправен. С этими профессионалами не тут ничего делать. И это действительно профессионалы своего дела. Не так давно большинство из этих гонщиков состязались в Наринмаре на ежегодных соревнованиях на Кубок Артура Челенгарова. На Наринмарской трассе в ветеранском заезде Сергей Вокуев финишировал вторым. А вот на родине в Каменке техника подвела. Сергей Николаевич, что случилось? Почему сошли с трассы? Шплинт сломался. Потерял управление, лыжа. Такое уже бывало у вас? Нет, первый раз. Уже всякое бывало, но не так. А сколько вашему железному коню уже лет? Много. Много? Сколько много, если не секрет? Сейчас посмотрим. Семьдесят, по-моему, девятого года он был. На снегоходный мотокросс заявилось 50 участников. Кстати, это больше, чем на прошедших гонках в Наринмаре. Система заездов простая, по два отборочных в каждой группе. После заезды за последние места и финальные определяющие чемпионов. Всего по регламенту в гонках на Буранах три группы – ветераны, гостевой заезд и главный заезд между участниками из Пустозерского сельсовета. Это Оксина, Хангурей и Каменка. Самый ответственный момент. Пять кругов, десять участников – это финальный заезд. Вот они стартуют. Шлейфы снега и воды, рев моторов и возгласы болельщиков. И напряженная гонка. Не Формула-1, конечно, но накал страстей здесь ничуть не меньше. Первыми к финишу идут 34-й и 12-й номер. Уступать друг другу не собираются. Под 12-м номером самый молодой участник соревнований – Ирмил Хозяинов. За первые три круга он оставил позади всех гонщиков, но потом уступил 34-му номеру и финишировал вторым. Ну а первым к финишу пришел Алексей Косков. Неоднократный победитель снегоходного мотокросса в Каменке. В Каменке участвовал 10 раз, из них 7 становился лучшим. Алексей, была очень упорная борьба между вами и 12-м номером. Мы, по-моему, на третьем круге обошли его. Ну как, борьба-то борьба, просто я-то ехал, уехать-то мог. Я просто попробовать решил, ну что, сможет, не сможет. Потом уже сзади прижимают, надо сжать. Понятно, как трассу оцениваете? Трасса вообще классная. Вода, снег и кочки. Что я еще могу сказать? Еще одна фишка соревнований в Каменке – гонки на собачьих упряжках. В этом году на них заявилось 5 издаков. Дистанция – километр. В упорной борьбе победу одержал самый юный погонщик Влад Ружников из Наринмара и его пес – земляк. Ну, пока что мы этот с земляком катали, ну, пока что мы там, ну, вертолетки катали с земляком. Потом он сам начал ездить со мной. Слушается тебя? Да. Не подводит, да? Кстати, гонки на собачьих упряжках впервые проводились в 2004 году, а уже на следующий год решили проводить снегоходный мотокросс. Идейный вдохновитель гонок – Василий Рочев, он же главный судья. Все 10 лет. Именно столько проводятся соревнования в Каменке. И каждый год сотни болельщиков и десятки участников. Приехали, они отдохнули душой, пообщались. И посмотрите, как вот гостевой заезд, вот гости, они же в городе так не участвуют, они в городе так не гоняют, с такой, как говорится, энтузиазм таким, с таким рвением. Они здесь выкладываются по полной, вот пару пускать, честно сказать. Еще одна отличительная черта соревнований в Каменке – призы получают все до единого. Гоночные маски и очки, бытовая техника, инструменты. Ну, а победитель получил бурановский движок. Теперь участники будут готовиться к следующим гонкам, которые пройдут в Найминоносе.